господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 295 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за второе октября 2016 года кому нужно прочитать что затормозить и найдите и увидите я коротко быстро про выставляю проматываю здесь этот человек натворил такое зло оплот человека ненавистищество десятки лет не вытравить теперь но это была особая акция сша израиля против россии против православной церкви вот 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 особая хорошо продуманная акция о запуске этого человека и как его примут кто он такой кто будет до самого верха всех или это уже не может быть чтобы не разбирались в этом никто митрополиты ну заодно вот судя по тому как вел себя гитлер пишет сегодня создается мнение что он хотел поражение германии во второй мировой войне вот такое же выражение можно сказать здесь кто принимал его все хотели полного разложения православия сделать его ненавистным такой рейтинг самый низкий говорит ниже плинтуса благодаря вот этому человеку создать миссионерские отдела одно только это говорит что это человек неверующий нельзя это создать миссионерские отделы не создаются все создается благотворительные певческие путешествующие паломнические это можно сделать а миссионерская это только дух святой делает они не миссионеры он и делать ненавистными злобными у них меняется внешний вид у людей глаза особенно вот когда заходят ко мне начинает говорить из миссионерского отдела его видно сразу он бешеный лопаются буквально от злобы он не заступится ни за кого вы не понимает этого он все время только будет говорить что прав священник прав архиерей а ты замри все на это вот она стоит у нас сестра не запускает ни за что за то что только она с нами знается переехала в другое место село клочки ребрихинского района и стоит на жаре на морозе не один уже год и ничего не делается для того чтобы можно войти было в храм оклеветанное полностью почему миссионерские отделы это сделали как свора шатох ну непривязных собак волки лютые бросаются пишет мне василий казанцев здравствуйте меня звать василий я ищу истинную церковь соответствующую в учении слову божьему был адвентистов разочаровался в церкви пока не хожу ни в какую церковь они не церковь какая-то церковь церковь там где есть истинное рукоположение от апостольских времен это не церковь как угодно называйте церковная организация смотрел некоторые ваши разговоры с баптистами вы проводите мысли о том что истинное рукоположение и крещение осталось четырех церквах включая католиков и православных вы предлагаете людям идти в любую из них но какая же из этих церквей является божьей ведь у нее только одна церковь одно тело есть четырех я говорил сохранилась рукоположение у православных там старообрядцы новообрядцы православные греха все это старостильники но это все одно и у католиков старо католиков новое это но второе третье апостоличная григориана армянская третье четвертое эпиопия и сирия вот пять не четыре опять это церковь одна ни две ни три ни четыре ну когда попишет что и в откровении церкви ладий киевская церковь филадий киевская там 7 перечислять но это одна церковь это состояние и это состояние я церковь была и остается одна одна невеста бракосочетание с одной это состояние в котором пребывает человек благодаря тому где он попадает что истинное крещение везде я не говорил видите сколько вы сразу допустили ошибок истинное крещение должно быть по трем пунктам первое научение по слову божию по святым отцам каноны должен соблюдать истина рукоположенным пастырем священником от апостольских времен непрерывная хератония должен быть погружен трижды в полное погружение полное до молекулы весь должен войти в воду и третье это делается бесплатно сегодня все три условия нарушается везде вы говорите что каждый из этих церквей может проследить рукоположение своих служителей от апостола христа но в какой из этих церквей сохранились хотя бы библейские служебные звания 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 меняются в зависимости от эпохи мы это видим имена меняются язык меняется эфесянам он поставил одних апостолами нет апостолов от остались только писание нету их всего сколько было на этом все других пророками пророки где восстают тут уже видно будет восстают их и нету иных евангелистами а то мы евангелисты евангелистов 4 было их нету они умерли матфей марк лука и иран и нету поэтому и иных пастырями учителями пастырь истина рукоположен остальные лже пастырь и не учителя лже учителя без примесей человеческих таких пап кардиналов магистра богословия но это никакое отношение какое отношение имеет это к тому что впереди то что название папу папа есть но если патриарх епископ архиепископ митрополит более разделение пошло почему тогда только начиналась церковь ничего в этом нет особенного ну не нравится не называй их папами называют на вот и так далее или что священно писание мало степеней служения что понадобилось придумать свое или переначивать библейский переначивать не надо три ступени они так и остались епископ архиепископ митрополит патриарх дальше это епископ все священники какие тут звания какие не надо но уже есть совершившееся если вы на это будете упирать и считать от этого зависит спасение василий вы никогда не успокоитесь это очень найти на каждом шагу можно на каждом придраться к жене развелся везде идут разводы но важно или нет тебе нужно быть церкви я сказал больше доказывать еще не могу еще доказывает для меня этого достаточно эти названия никакой роли не играют у них там награды серофима саровского там другие даниила московская какие-то ну и что вот у него в руках жезл а почему жезл привязать все и все палочка тому нет посох у него я не хочу что посох был я не хочу чтобы дальше какие головные уборы какая одежда что на одежде то есть конца края нету зачем это нужно и влияет на спасение нисколько все этот вопрос я вам ответил уже это пока только первые два вопроса из многих жду вашего ответа я отвечаю больше не задавайте вам никогда не найти ответов и вы никогда не увидите света христова главной цели нет если у вас есть главная цель поэтому вам цель дана вот показано дойти до этого цель место а вот на пути у меня щепка лежит а вот на пути название не такое не такими буквами указатель написан так что угодно то есть человек привыкший бродить по помойкам он никогда не остановится он на каждую кожуру картофельную будет принюхиваться и что не надо делать не надо этого василий я вам ответил на там все заходите по скайпу с 10 я уже буду в барнауле октября если он не будет придется считать ваши услышанные мной призывы несостоятельными желаю божьего благословения василий спаси христос василий заходи ищи не надо на эти мелочи в разделять а пост а где он посаду вас петров пост успенский рождественский они где среда пятница где это это что библии не указано не указано потому что не все указано тогда где петр что раз под низ головой тоже библии нету что павла трубили голову нет этого нигде так можно на каждое слово хватать и не найти слово божие говорит апостол павел и так блажение давать сам господь сказал нежели брать блажение а где написано павел ссылается его нет считаем матфея и наречется назареем сказано у пророков они у одного пророка этого нету а где это где я зато где потеряно матфей знал теперь этого нету это было потеряно в то время они многое сжигали сами считайте пророка иеремию тридцать шестая глава царь и оки врезал по кусочкам бросал в жаровню пророков вы говорит об этом стефан кого из пороков не гали отцы ваши писания уничтожались довериться надо церкви христовая есть учителя есть предание церковное предание я не о всем предании говорю на это канон какие книги читать все она достаточно толкование блаженного фифилакта читайте усмирите сами себя уйтишьтесь этим я знаю эти вопросы александр пишет я фамилии уже не заставлю знаю что недороги сейчас кидаются ему на меня начинает наговаривать не знаешь а то другое а когда они их отбревает от себя они сразу на них ты тоже бесноватый ты тоже без бесноватый то есть они сами беснуются сатана этим упрекает и князь силой князя бесовского вильзиул а сам вильзиул и лезет александр приветствую вас Игнатий Тихонович я и моя жена ходим в общину ехэб то есть евангельских христиан баптистов евангельские они или нет назвать можно после евангельские смотришь я евангельского-то код наплакал ну нет рукоположения не церковь вот тебе евангельские апостолов оставил тита рукоположить опять тит пришел бы а мы уже рукоположили избрали как баптисты из своей среды что он признал их да не было никогда этого если евангельские христиане баптисты а откуда пиесятики взялись харизмата адвентисты то есть у икон нету нету у них икон нет одежды нет этих названий пап разных все но этого недостаточно сатана дробит и дробит насколько достоверно не знаю но говорят уже 20 с лишним тысяч этих названий ну не 20 но больше 100 больше 300 больше 11 тысяч это определенно уже после просмотра ваших роликов получили много ответов на свои вопросы видите в роликах даже нашли а если вы зайдете на сайт на сайте там вопросы ответы 4124 и зайдите в тему о церкви 55 папки вы все найдете как можно приобрести новый завет с толкованием ну как написать я вам даю где можно я буду в городе с 10 уже хотя переезжаем туда восьмого я из города омска очень хотелось приехать к вам очень но это надо договориться когда летом сейчас запрещено совершенно минута свободы нету с людьми заниматься принимать никого не может да какая нужда в этом посмотрим наши ресурсы некоторые вот мой мир это я моя самая любимая система легко переписывается вот она как выглядит мой мир мой мир mail.ru вот здесь смотрите можно написать вот у нас здесь восемнадцать тысяч девятьсот шестнадцать наших фотографий наших роликов здесь роликов 3581 а на самом деле вот приезжая тогда видео канала сюда перетащу будет больше пяти тысяч наших это серьезное дело система нас занесла уже в сми средства массовой информации вот здесь есть еще такое мой мир это контрольная там я с голубем стою там я переписки не веду это модераторы ведут все модератор вот весь форум православный во свете библии даже гимн составили сколько прошу узнать если где в интернете во всей сети гимн составлен для сайта нашелся человек владея ромачалин это человек не нашего круга они церковный где даже я не знаю и это все сделала и поет человек видно профессионально теперь что ролики наши вот они сегодня я поставил поставил 23 минуты назад от 13 просмотров он закат солнца вчера двести пятьдесят три 617 собраний на улице 670 такое дело что люди больше просматривают содержимое нашей лагерной кухни сколько два дня назад тысячи семнадцать просмотров мало мало но тысячи семнадцать заходят которых я не вижу это я андрея кураева но там приходят и уходят такими же остаются у нас люди меняется видите как вот один из баптистов другой задвентистов это каждый день это некоторых только показывает православный видеоканал во свете библии открытым оком все то тут кто-то зашел еще то владимир прокомментировал ваше видео посмотрим что он тут комментирует сколько же труда труд и молитва посмотрим чем он недоволен и недоволен и знаете почему перестали снимать и серии бесед во свете библии открытым оком ну невозможно здесь это будет продолжено выход фамилии совка стамбл с стр это я просто без вашего указания знаю нахожусь деревне очень слабая связь и кроме того все время не хватает денег перевожу даже уже сколько не требует и все заканчивается помогаю вам господь еще владимир быков какие-то отзывы перестали из серии бесед во свете библии это будет вот так будет но сейчас у нас возможности это нет труд и молитва вот правдолюб какой-то закат солнца тихий вечер правдолюб еще фамилии нету правдолюб ты правдолюб красотища в больших городах такого не увидишь но действительно красотища тут очень красиво у нас места правдолюб игнатий тихонов и здравствуйте я удивляюсь вашей выдержки строгому следованию устава это я говорил уже вокруг вас и поразительному умению сплотить народ вокруг вас я хочу спросить вас на каком отрезке жизни вы приобрели такие качества характера и помогли ли годы проведенную тюрьмой стать таким такой вы и есть спасибо я хочу сказать что это уже прошлый раз я отвечал как я перенес это события дня ну это видимо шесть качеств лидера должны быть я неоднократно об этом говорил а вот американцы как я считал читал в русском журнале американцы провели исследование почему во время войны было так вот командира убивают и сразу же инициативу мгновенно тоже перехватывает инициативу не его заместитель а намного ниже рангом допустим убили майора и рядом капитан он молчит а сержант повел в ну конечно будет подниматься почему именно так получается и они нашли шесть качеств лидера лидер это царковный лидер домашний жена муж там то первое качество если кто не знает первое воображение вот и посмотри вообразить надо что и как будет делаться вот у нас сейчас тема такая нынче пришлось ликвидировать православный лагерь по мощному давлению роспотребнадзора подключили прокуратуру краевую суд начался полиция дежурит и то есть возможности никакой нету я его создал 45 лет назад лагерь действовал при коммунистах этого даже не было даже при коммунистах это более ненавистные уничтожили лагеря в некоторых вот свердловская область приехали говорить полностью ни одного лагеря нету даже такие а тут в частном порядке я не и община образовывалась община возникнет 19 лет позже но детям то отдыхать надо как роспотребнадзор он напишет тысячи разных инструкций что угодно можно написать и все температура должна быть такая приехали два градуса ниже или выше все кончилось пылинку можно найти тогда был санэпидемстанции приехал большой начальник и говорит вот еще привязывается то тут у лапкина не средств нет ничего но закрыть так закрыть то проще я могу сейчас закрыть любой ресторан пылинку нашел там или осадок в бутылке вина и ну и что угодно можно сделать мы пошли другим путем что это будет я детей мне отдам мы убегаем они начали клеветать я учу их лжесвидетельству какой-то удар софи евгений с кемеровской епархии манкурт стопроцентный сказали мы вот ужимается стоит рожи строит какой лжесвидетельство где увидел нет но ляпнул вот я вернусь посмотрю посоветую с юристами я его вытащу на арену из окопа крыса церковная выходит какая-то и вот его кормят там она разожрался ничего не делает еще у него лагерь есть детьми на 45 лет тебе еще 45 нету 45 лет я должен собрать детей найти некоторые приезжали теперь со своими даже детьми уже приезжали 18 25 лет даже подряд приезжать плохо было бы зачем они приезжали но как теперь бы детей я не отдал показали как мы будем скрывать убегать то есть целая программа тренировки провели и когда стали дальше нас давить так и было приезжали тут полковник подполковник там кто там не знаю последний не видел все теперь как приобретаем дома прописаны люди здесь и в домах у них живут приезжают гости достаточно нам 5 домов 5 домов в деревне приобретено никаких лагеря никаких палаток нигде но там где и лагерь был там занятия будут эти за это никто не преследует главное где спали и где ели вот два момента а спали и ели в деревне у людей которые здесь живут почему этого не делал то во дворе кто-то делала баптистка одна палатки поставил ее тоже закрыли а вот теперь в дома роспотребнадзор имеет власть заходить нет что идет а что мы едим то и кто проверяет кому гости приезжают и что приехали гости с ребятишками и сразу роспотребнадзор до одна семья приедет он у баптиста 18 детей 18 детей в одной семье приехала семья в гости она моя сестра и что нельзя и не больные нет за 45 лет ни одного больного не зараженного не обедками не кормили никак ни одного утонувшего ни одного повторяю чтобы здоровье ухудшилось и ни копейки государство не выделило 45 лет ни дней нет такого лагеря его не было православной такой строгой такая дисциплина такой разбор вырастают люди от наши которые лагерные идут ни один служил который в армии не попал под дедовщину большинство заканчивают университеты с красным дипломом это о чем-то говорит это настоящие патриоты семьи нет разводов это все здесь получили они этот закал ну закрыл я его как сам своей властью как образовал сам и сам закрыл это первое это воображение я должен сейчас вообразить как будет купить дома сумеем ли мы достать средства теперь какие дома то этому хозяева уже там будем где средства взять это не день не дом не два хотя бы пять домов должно быть куплено пять по домам расселены понятно я должен вообразить а у меня пенсия 6523 рубля пенсия бомжа за 35 лет трудового стажа по трудовой книжке нормально а мне не давали работать нигде не давали работать нигде только во вневедомственной охраны железнодорожного района города барнаула где я живу чтоб все время был под присмотром как будто я враг государства это после освобождения а уже реабилитировали освобожден был восемьдесят седьмом и жена тасса жабульской области казахской сср а реабилитирован только 4 января 92 года сколько судебных процессов было вернуть то что у меня было теперь где будут продукты где достать где хранить кто будет за детьми ухаживать заниматься они купаются каждый день раз шесть кто создаст безопасные условия учить плавать но маленько я должен вообразить это все где взять материалы покрыть крыши столовая все это степи каждый год размонтировать прятать 18 раз лагерь сжигали дотла у нас то есть воображение мое должно все это охватить это лидер теперь как детей доставить но мне помогало краевое увд краевая администрация у меня много директоров знакомые где насос достать шланги покрытие палаток бассейн здесь сделать прямо в самом лагере как будут спать ходить по ягоды все я должен предусмотреть воображением охватить как обратно детей отправлять лагерь комплексы могут прибывать и родители вместе с детьми о как возраст не ограничен от 7 месяцев до 72 лет были в лагере первое воображение второе качество лидеры вот чтобы сплотить вокруг себя это знание знание вот посмотрите наши занятия вчера были знания должны быть религиозные знания должны быть по-мирскому и в астрономии разбираться у нас телескоп есть люди которые понимают галендухин владимир приезжал с екатеринбурга подарил телескоп нам учитель воспитатель знания по всем областям как воспитывать детей у меня нет знаний но я покажу одна знания не откажут а корочки корочки профессора получить еще не стоит я вел занятия и меня сразу профессора присвоили сразу же папа по профессорской да еще накрутили чуть ли не нобелевского лауреата деньги такие выдали я отшатнулся не мои деньги нет это ваши говорит ректор ректор заедите евстигнеев владимир васильевич евстигнеев посмотрите его он меня перед всем профессорским составом обнимает целует поклонится и говорит я преклоняюсь перед этим человеком конгресса разные колокольные у меня везде приглашают везде все время все указание краевой администрации или как там я не знаю дают всем там сколько 10 минут там а мне дают пять минут я за пять минут выложу все знания профессора приезжают академики в лагере были все из америки были из канады из бразилии из израиля кого только не было а я никто образование у меня никакого нет духовного нет все добивал самостоятельно самостоятельно вот когда занимался изучением языков обратился я на семи языках занимался только считал и библию а где вы этому учились самостоятельно все самостоятельно ивану кулибину подражал знания должны быть полное и в поэзии стихи и в писательстве вот у меня вышли в книжном варианте 38 книг томов по 752 странице это чего-то стоит и все время книги требуется спросом 600 городов посетить миссионерская работа откуда от владивостока до лиссабона скандинавия прибалтика и север турция 6 мусульманских республик то есть знания должны быть у меня на уровне приезжать профессора психологии где вы этому учились вот такие правила благие знания должны быть и второе умение как их притворить жизнь третье качество умения это сплачивать людей коллектив должен быть волонтеры добровольцы питание как сохранить от повреждения грызунами и прочее вот представляете я беру такая самая маленькая часть господи помилуй богослови господи богослови и помилуй сейчас закончу здесь встречаться четвертое качество решительность то есть совершенно кажется невозможно это сделать а я решительно вступаю на эту тропу и начинаю делать так что если с врагами сколько нападали враги из америки кого так а не было главные враги это патриархийные вот эти дворкинсы отравленные манкурты епархии мои труды берут на исследование до почаева и там дворкина отдавали они нападали ничего не могли сделать ничего абсолютно не поддается почему с нами бог покоряйтесь языки решительность качество на который указал серафим саровский когда спросили почему ты смог а мы нет он говорит решительности не хватает решительно порывая с этим избирает девственность не женюсь или выход не выхожу замуж это решительность и быть верным этому до конца вот чтобы сделать это все нерешительный человек она при первой же не устройстве каком-то неудачи он падает духом мы приобрели дома сколько здесь все заросшие зайти невозможно трава выше головы человеческой рукой макушки не достанешь и канапля и чего только нету все это надо убрать по новой все сделать решительно движемся вперед вот пруды восстанавливать попробуй сделай пруд пруд а мы не худо не бедно фактически это за шесть прудов определенно дорога как ее сделать частном порядке 250 метров сделали пол миллиона выложи прямая это зарплате и сделали сделали все это на мне лежит людей это сильно привлекает решительно в то время меня считает лапкин и гнать и победитель коммунизма статья против коммунизма против советской власти да мы вас гнаем решительно пойти по тюрьму где угодно и не сдаться и как говорится не скурвище я такие слова употребляю что понятно было вот скажет блатной вот пятое качество которое бывает только одно у людей беспощадность ой беспощадность такой же ты христианин беспощадность к разгильдяйству марк отстал от павла все он больше не взял беспощаден берет силу а ты иди с ним барнава твой это племянник вот и занимайся вот это подействовала марка беспощадность и самое трудное качество привлекательность вот на меня которая нападает они разные слова подыскивает упырь я упырь какой я упырь у меня ничего нет от упыря я живу просто весь заплата ни рубля на себя не трачу поживите как я и потом увидите то как вы будете выглядеть вот меня нету здесь на в любую минуту я знаю чем занимается в лагере приезжают люди разные вот прямо здесь вот беспризорные володя пащенко а я мы все уже подписал свое вот приехал с украины никита колесника все его видят вот какой он был а нынче его какие у него изменения какой он стал а он помощник я чуть еще не ладится с интернетом отбрятнул никита уже здесь все вот как какой я могу дать вам ответ как качество эти качества здесь с детства буквально они вложены в человека уже бывает богом вот у меня я жил в деревне деревня это настоящая деревня была а вот чтобы собирались а все дети занимались тут футбол другое это только у меня я сдавал сусликов ловил денег-то в деревне больше нигде нет крыс там что сдавать харьков тарбаганов там что и это сдавал и на это покупал что требуется для спорта инвентаря и и все дети моего возраста моложе старше приходили именно на нашей площадке играли а зачем тебе это нужно вот один вопрос почему никто этого раньше не сделал мои сверстники никто своя библиотека в то время была покупал книги и давал считать устроить библиотеку а сам в пятом классе учусь понимаете это другая жизнь это избрание божие а старший брат на семье 10 человек а ему нужды нету он курит там научит а хорошая его очень любил ну и вот дальше у нас последнее это во свете библии наш сайт посмотрите как он выглядит библейский сайте самое большое это четыре тысячи сто двадцать четыре ответа по темам вот вот здесь пятьдесят пять папок здесь все ответы ну что сказать я уже не раз давал слушать это немножко дам послушаю сегодня еще последний раз этим закончить события дня события не еще в чем заключается прошедшего дня воскресенье батюшки нет он паломник где-то по монастырям любит сколько не уговаривал бесполезное дело поехал он да благословит его бог вот мы сказали что нас десятого витя не может виктор николаевич савченко повезти мы наставим тогда на воскресенье в воскресенье не могу мне надо быть там то там купить для машины субботу осталось сегодняшним днем пять дней а тут пасти некому на никиту запрос большой барабаши в первую очередь ну договорился и на два или на три дня до обеда только дальше уже никак у нас в огороде не убрано морков свекла там что еще капуста все надо убирать и по домам еще хоть маленько как-то сделать что-то но явно что мы уже не успеваем но все-таки основное сделано и никита я не оставляю одного нигде не могу доверить чтобы в доме был и вдруг видите поговорили видимо виктор николаевич его берет к себе все вопрос разрешился он остается потом его привезут договоримся бесплатно и вот здесь смотрите маленько послушайте на путь освещает лишь библии свет земных и небесных миров должны внести слово божье в сердца всем людям планеты земля забыты забытые строки с любовью отца мы славим наш правду христа на свете перепли больом об истине мы путь прокладываем злой делами гимнами и христе и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok